Приятного аппетита, товарищи инженеры! Меня зовут Фёдор, вы на канале FEDISPLAY, это игра Dyson Sphere Program, и мы продолжаем строительство сферического кота в вакууме. Сферический кот в вакууме в данный момент выглядит уже примерно как-то так. Я, честно говоря, пока не хочу дорисовывать ему лапы, и я, наверное, пока занимаюсь всякой... Ну, тут у меня уже свой шерстяной кот в вакууме ходит по столу. В общем, пока занимаюсь всей этой рутиной по модернизации производства, наверное, поставлю сейчас... Ну, или как-то сделаю параллельно строительству ещё одной сферы внутренней, чтобы у меня увеличить выхлоп-то общий. Вот, а всякие лапы и хвосты, это я потом за кадром сделаю, ну, когда пачку серий запишу, дорисую ему, потому что тут надо как-то, наверное, достаточно много посидеть будет, чтобы нарисовать. А делать это на записи я не хочу. Это очень много времени потратить. Ну, чтобы оно выглядело более-менее как-то вменяемо. Так что сейчас, наверное, сделаем следующее. Я вот так, наверное, скрою. И, возможно, имеет смысл сейчас вот эту внутреннюю сферу немножко хотя бы сделать. Так, давайте-ка паузу. Вот если я по большим квадратам буду тут вот так учертить, не влезает. Хорошо, давайте посмотрим туда, где оно влезет. Буквально прикину, если тут большие квадраты нормально будут и заполняться структурами, и делаться, тогда, в принципе, проблем будет не особо много. Мне без разницы, каким узором внутренняя сфера будет закрываться. Я все равно ее отображение отключу. Ну, хотя в игре можно оставить, код будет многослойным. Так, а здесь... Да, слушайте, нормально делается. Хорошо, давайте тогда до орбиты проверим. Чтобы сильно тут этих узлов не лепить, потому что я иначе задолбаюсь. Практика уже показала, что эти узлы коронегеморройные рисовать. Так, сюда. Хотя бы сколько-то частей добавить здесь. Уже хорошо будет. И заполнение. Да, нормально заполняется. В принципе, сейчас сделаем пару лепестков оперативника. И вернемся к тому, чем мы занимались. Так. Сюда. Эти можно сразу как-то так разметить. Ну, довольно быстро дело идет. В принципе, можно в начале каждого эпизода по чуть-чуть просто добавлять здесь, чтобы сильно здесь в рутину не погружаться. Вот в это вот. Все равно они за один эпизод не успеют столько лепестков построить. Так. Сюда. Сюда. Дальше. Здесь. Здесь. Еще чуть-чуть. И, в принципе, норм. Сфера у нас волшебная. Эта сфера будет еще быстрее крутиться. При этом разваливаться она не будет, естественно. Бурное обсуждение привели к тому, что сфера волшебная. Так. Сюда. 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 Здесь. Блин. Наверняка. Хотя. Зачем я ее сейчас рисую дополнительно? Наверняка можно было заблюпринтить и просто радиус уменьшить. Но я, честно говоря, не пробовал. Возможно, за кадром потом попробую. Если так можно будет делать, то в следующие разы я все остальные сферы просто буду копипастом делать. Просто я боюсь, что радиус не получится поменять. До конца я не уверен. Но хотя можно сейчас прям попробовать. Радиус поменьше взять и проверить. Скопируется. Хотя нет. Не-не. Это я лучше на отдельном сейве сделаю. А эту пока руками заполню. Надо же мне как-то генерить топ-контент. А то партия любителей разрисовывания сфер скажет, что это за дела. Мы тут за тебя голосовали, а ты сферы не разрисовываешь. Но сегодня еще один топ-контент предстоит. Так, все окей. И сейчас заливка. Сейчас нужно будет слетать на планету. На какую? Где там спинеформы есть. Она, возможно, будет достаточно далеко. Не знаю. Надо будет поискать. И еще увеличить добычу этих спинеформов. Потому что у меня иначе на трубке не делается. Все. Пускай будет такой кусок. Вас вернем обратно. Все. Пускай внутренняя сфера застраивается. Сейчас, в принципе... Ну, здесь уже почти все ракеты готовы. Все почти прилетели. Имеется в виду. Вообще, по идее, когда сквозь сферу пролетаешь, тут вот эти паруса, они расступаются, и можно сквозь пролететь. Может быть, я это даже продемонстрирую, как это выглядит. Такс. И надо вернуться... Где у меня? В ту сторону. Посмотреть, что там по производству пролифераторов. Потому что у нас была некоторая проблемка с этим. Дальше по электроэнергии. Я, наверное, эти технологии доисследую. И потом опять энергии накоплю. Надо только четко мониторить. Если вдруг топливных ячеек останется очень мало, я вообще опять стопорну производство белых кубов. Ну, тут хватает. Тут пошло в плюс. Здесь нет поставок. Эти у нас производятся. В принципе, тут нормально все. Меня интересует синий пролифератор. Да, он начал накапливаться. Все, вроде с этим немножко кризис у нас решился. Блин, я вот все думал-думал насчет отдельной какой-то планеты, где пролифератор делался бы. Но что-то не знаю. Я просто боюсь, что мы по электроэнергии не вывезем. Особенно если возить там не ядерные ячейки, а вот эти вот антиматериальные. Так, нет, не здесь. 1688. Ну, пока ничего не поменялось с предыдущего раза. А генерация энергии у нас... Так, дать мне какой-нибудь столб. 4,8 из 7. Ну, где-то 65%. Хотя, в принципе, энергию-то эту надо посмотреть со столба. Ну, да. Порядка 65 и так. А у сферы 10,7 гигаватт. Генерация 53,9% снабжения наших приемников. Корабели полетели в внутреннюю сферу потихонечку. Ну, вот видно с той стороны. Код изнутри выглядит вот так вот. Да, начинают узлы потихоньку собирать. Вот прям, видно, подлетают. Все у нас волшебным образом сквозь друг друга летает. То, что нам нужно. Ладно, давайте тогда посмотрим, где у нас в данный момент есть еще возможность добыть эти спинеформы. Здесь 21 миллион. Но тут они что-то как-то вял добываются. Здесь я вроде как все добываю на планете на этой. Ну, да. 19,2. Сюда лететь я не хочу. Тут очень мало их. Просто если уж лететь, то надо лететь туда, где их до хрена. Так, а тут... Ну, тут 420 тоже ни о чем. Здесь, на Рейде, тут их вообще нет. Где еще они поблизости могут быть? Тут посмотрим. Здесь нету. Тут что-то тоже нифига нет. Да что такое-то? Что-же-то вообще какая-то беда. Блин, здрасте, приехали. Здесь я уже смотрел. Тут. Тут тоже нет. Да, засада. Блин, сортировку-то нормально никак не сделать. Чтобы узнать. FireRise. Хрен его знает, где смотрел, где не смотрел. Есть только отображение включать. Что типа просмотрено. Хорошо, давайте у каких-то вот у совсем дальних звезд посмотрим. Тут нету. Здесь тоже нету. Ну, сюда очень далеко лететь. Энергии будет много просто уходить на такие перелеты. Ни хрена поблизости нет. Ну, что такое-то? Может, я пропустил, конечно, как-то случайно. Блин. Ну, это печально. Сюда далековато, больно лететь. Так, тут я смотрел. Здесь. Посмотрено. Что за фигня? Их нигде нет. Блин. Влипачкарик называется. Просто, если с такого большого расстояния возить, то реально проще где-то в отдаленной системе сделать производство. Тут 3 миллиона. Ну, 3 миллиона маловато. Конечно. Ну, всяко лучше, чем там, чем вообще отсутствие полное. 8 миллионов. Вот. Вот эта планета, точнее, эта система меня устроит. Я пока ее в закреп укажу. Смотрю, есть ли это поблизости. Белый карлик. Астрономы-расисты, да? Почему нет черного карлика? Я, может, на черного карлика хочу лететь. Да, что-то все как-то печально. Ну, ладно, хотя бы еще одна дополнительная система есть, где мы можем это подобывать. Сейчас туда прыгнем. В принципе, то, что у нас сейчас несколько станций будут туда летать. Вот. То эти расстояния... Ладно, эту в целом можно тоже тогда в закреп. 13 световых лет. Сюда и сюда. Ну, а тогда активнее прокачивать бонус добычи. Чтоб напрямую этот ресурс забирать. Ну, все. Тут больше поблизости. Нигде вроде не наблюдаю такого. Короче, вот эта система будет все-таки первой, наверное, к освоению. Звезда класса Г. Как солнце наш. Спинефорум, сталагмитий, кристалл. Ватер, океан. Давайте проверим, на какой. Из планет. Лава. Здесь 8 миллионов. Ну, вот эта вот. Планетка. Так, нет, это что-то не то. А внешняя? Ну, тут файрайс. Да, тогда летим сюда. Здесь у нас вода. Площадь строительства 62%. В принципе, не так много. Нужно будет тогда отсыпать. Тетака или 2. Как мне ее переименовать? О, господи, что-то по-русски пишется. Минус спин. Ну, это спинефорум. Я до сих пор так себе и не прикинул. Как бы могла выглядеть сигнатура, чтобы мне понимать, что где-то добывается. Там тета, цета, туда, короче, полетим. Для этого мне нужно взять отсыпку. Дальше нужно взять топливо, чтобы туда закидывать. Значит, станции логистические у меня есть. Что еще потребуется? Ну, буры. Основное, это все же отсыпка получается. Так. Дистанция инобливарб. Это минимальная дистанция, да? У нас минлод. Дронов 10%. Но это сгодится. Какая неожиданность. Я так подозреваю, у меня систем с этим ресурсом прям крайне мало будет. Ну, сколько там еще? Одна, две. И все, приплыли. На, приятного мало. Ну, с другой стороны, сейчас плиты все под бафом идут. Они не так много будут расходовать себя конкретно. Так. Пускай пока что так будет. А почему здесь? Почему здесь так вяло заполнение идет? А, все сюда пролетает. Ну, оно настолько быстро тут пролетает, что даже не видно. Такс. И мне потребуется топливо. Ядрено. Потому что у меня на нем электростанции работают. На всех планетах, которые добывают. Планеты, где производство будет, я их все-таки на шарах сделаю. Ага. А у меня зеленых этих и не хватает. По-моему, где-то у меня еще производство было этих ячеек. Вспомнить бы. Блин, вот как это найти? Может быть, дополнительно внести какую-то маркировку. Ну, полосами отмечать, какой тип производства, по крайней мере, производится. Хрен его знает. Блин, а если у меня сейчас этого топлива тоже мало осталось, это будет печально. У меня может произойти на дальних планетах блок-аут. Вот из-за того, что я озвучиваю, ну, комментирую, я периодически забываю, что где производится. Потому что, когда говоришь, ты особо не успеваешь запоминать, что ты говорил. Блин, я реально не вижу производства их. Ну, в принципе, я могу поставить так-то цех, который будет клепать, раз здесь не хватает. Если я сейчас не найду, а это вполне вероятно. Либо несколько мелких цехов поставить, чтобы большой не занимать под это дело. Здесь тоже нет. Ну, докатились, да, до такой жизни. Да, здесь нифига нет. Количество человек падает потихоньку. Блин, как бы мне в энергокризис не свалиться. Наверняка кто-то пальцем уже показал, где они производятся. Хотя, учитывая, что их нужно до хрена, все-таки, может быть, рационально было бы большой цех поставить. Надо посмотреть, где они потребляются, эти ячейки. И принять решение, буду ли я большим цехом их производить или нет. Но, скорее всего, буду большим делать. Потому что вот этого одного тут, ну, ни в какие ворот не хватает. Тут, тем более, три к одному идет. Такой цех у меня уже есть. А потребляться они должны... А, ну, потребление большое идет, потому что я сферу строю. Они же идут как компоненты для производства ракет. Или там составляющих ракет. Я уж не помню, сейчас посмотрим. Да, сюда уходит. Запрос полный. Что сделать? Давайте все-таки, наверное, сначала большой цех поставлю на производство этих ячеек топливных. Потому что сфер мы еще много будем делать. Они постоянно нужны. Здесь, тем более, место есть. Они будут в одном месте как-то производиться рядом. Тут, в принципе, с этим проблем быть не может. Не может каких-то серьезных. Тем более, у меня ресурс под все это дело есть. Так, проверяем дополнительно. Детериевые топливные ячейки. Ну, вот, хватает. Сам детерий. Наращиваю, наращиваю, наращиваю производство. Чем больше наращиваю, тем больше требуется. Чудесная история. Так, ставим сюда. Значит, ты будешь производить топливную ячейку. Окей, копия. И запрос сюда пойдет. А, они еще должны на центральную башню вывозиться. Надо посмотреть, что там на башне происходит. Local supply, remote storage. Сейчас глянем. Они прямо в центральной башне должны быть. Но, здесь тоже полные. Тогда, что их там так мало? Я, честно говоря, не понимаю. Сейчас я отсюда подрежу. Ну, не знаю, сколько штук. 300 взять. 10 слотов. И 320 повезли сразу. Вопрос, откуда? 160. Если их повезли, то... Блин, неужели я пропустил где-то производство? Ладно, лишнего не будет. Если вдруг пропустил, кто-то заметил, напишите, пожалуйста, в комментах. Потому что я что-то теряюсь. Несколько раз проехал, по производствам найти не могу. И по памяти, вроде бы, я где-то вставил это производство. Хер его знает. Как вот менеджментом заниматься в фабрике? Летать постоянно? А если мне нужно где-то на удаленной... На удлиненной планете посмотреть производство? Что мне? Туда наличное прилететь? Обойти? Что-то надо с этим решать. Я надеюсь, они это сделают. Единственное, что непонятно когда. Потому что, ну, реально... Управлять большой фабрикой становится тяжело. Без вот этого всего. Ладно, давайте запустим цех, чтобы, по крайней мере, у нас запас был постоянно этих ячейок. Это всяко полезно будет. Так, в чем дело? Почему не расставляйте? Блин. Дроны строительные за мной сначала туда полетели, потом обратно. В итоге расставить не могут. И это я, получается, от них постоянно убегал. Забавно. Хотя топ-контент, он с тупизной-то прям хорошо дружит. То, что нам нужно. Так, значит... 20... Детерия. Прямо... Сторидж. Локал демонт. И опять же, не везут. Что, Детерия нет? Блин. Прямо 16 тысяч. Тут не на 16 тысяч, тут десятки хватит. 10 и по тысяче титановой балки и тысячу моторов. Супермагнитов, точнее. Так. Тысяча. Давайте вот так сделаем, чтобы еще большие кораблики с пылесосов везли. Если там, конечно, есть Детерий, надо еще посмотреть будет, сколько там Детерия. И титановый сплав. Локал демонт. Локал демонт. Сейчас надо дождаться, пока приедет пролифератор. Иначе без него запускать производство будет геморройно. Пролифератора, конечно, у меня не очень много. Но, блин, что сделать? А я пока скопирую вот это все. Так. У вас... Тебя и... Тебя. Ну, хоть сколько ты пролифератора поехал? Хотя Детерию уже везут, только почему-то... А, ну это смешался, видимо, со спутника. С одним бафом. И местный, локальный. Так. Здесь... Блин, ну да, производства Детерия не хватает. Давайте я тогда все-таки... Хотя, ладно, здесь будет он перебафоваться, по крайней мере. Ну, блин. Я, видите, что боюсь. Он будет выезжать с двойным бафом отсюда. Вместо тройного. Надо ремоут... Сторож поставить. Сторож поставить. А то это не очень хорошая идея. То придется постоянно его проливать. Пускай локально запрашивается. А здесь я тогда поставлю... Блин, ну вот я планопису под хвост. Здесь я поставлю еще... Ну, не здесь, а... Где-то там в стороне, потому что, значит, цех не влезет. Еще одно производство вот такое же. Просто копипасту его сделаю. Да, вот сюда как раз-таки можно водород запрашивать. Единственное, что... Сколько тут фракцинаторов потребуется? Ну, это чуть позже посмотрим. Сейчас я просто делаю копию. Вместе со столбами. Этот цех немножко шире получается, чем... Там наш классический стандартный цеха. Поэтому ни хрена не влезает. Возможно, вот он сюда влезет нормально. Так-с... Вроде вот так. Нет. Пересечения идут. Блин. Давайте тогда... В рот компот. Вот никак не развернуть. Не очень удобно, конечно, в этом плане иногда расставлять. Вот сюда, наверное, влезет этот цех. Нет, сюда тоже не влезает. И сюда не влезет. Надо искать такой, который не имеет на крайних вот этих линий. Так, здесь есть. Тут нету. А эти линии сейчас везде, наверное, будут. А, ну вот рядом с химцехом их нет. Вот на таком можно воткнуть. Где у меня здесь по краю есть химцех? Хотя, в принципе, вот здесь я ставил. Но тут вот с этим будет нестыковка. А вот сюда вот он нормально влезет. Сюда он влезет нормально. Но тогда его надо зарисовать сейчас будет. Надо тогда было ставить производство нанотрубок. Потом ставить вот этот вот цех, который производит Дейтерий. И опять производство нанотрубок. Так, тогда бы никаких вообще коллизий в будущем не произошло. Но можно это просто учитывать тогда. Так, куда у меня курсор делся? Можно это учитывать тогда в будущем. И в целом рядом тут еще какую-нибудь химозу воткнуть. Ну, либо вот эту перенести. Тут все равно пока мало чего дельного. Не, перенесить не охота. Так. Туда придется сделать немножко отсыпки. Партия любителей отсыпки должна сейчас ликовать. Блин, да. С какими-то геморроями вообще ненужными сталкиваемся в последнее время. Это все от активного роста производства. Сразу перекосы идут. Ну, в той же самой факторе. Ровным счетом то же самое происходит. Единственное, что там менеджмент всего этого делать сильно проще, чем тут. Так что здесь придется ждать, пока разработчики расчехлятся. В факторке разработчики давно расчехлились. Ну, они чехи. Поэтому они расчехлились давно. И сделали как надо. А тут китайцы. Так что у них с расчехлением немножко это... ...посложнее будет. Так. Значит... Блин, тут можно было в другую сторону ехать. Значит, берем цех. И дергаем копию. Дальше. Ctrl-V. Ну, по идее, как-то так должен встать. Единственное, что мне за этими фракцинаторами придется сходить. 44 штуки взять. Но, на мол, это как бы несложно сбегать. Тем самым мы увеличим производство детерия. Я не хочу ставить на коллайдерах... Коллайдеры электроэнергии жрут дофига. А у меня пока с энергией и так... Не очень-то и... Так, я не понял. А почему у меня значок FPS то появляется, то исчезает? Что это? Ну, я только сейчас эту фигню за мифигасе. FPS баланс. Slide the green on blue slide sliders to adjust the target ratio of rendering framerate. And logical framerate. Блин, короче, ладно, это надо потом почитать будет. По-моему, FPS раньше где-то в этом углу отображался. А ничего, перенесли сюда. Ну, короче, зеленая это рендеринг. Синяя это апдейт, видимо. Видимо, так. То есть сейчас нагрузка на видеокарту идет из этого. Такие просадки периодически. Почему нельзя постоянно эти полоски оставить? Прикольно на них наблюдать. А, то есть тут можно подкрутить. О как. Ну-ка. Нет, что-то так неинтересно. Короче, хрен его знает. Если кто-то разобрался, что-то такое. Я в первый раз это вижу. Что-то до этого не обращал. Возможно, это давно вели. Я просто туда не смотрел. Это мне туда посмотреть. Это мне примерно голову надо там градусов. Не знаю, насколько повернуть, чтобы в этот угол еще это увидеть. Оно все мелкое. Будем, короче, экспериментировать с этими значками. Так, мне нужны эти самые... Как они называются? Да, блин. Фракцинаторы. Где там они делаются? А, ну это отображение включает. Чего только не увидишь, а? Так, случайно. Интересно, они у меня вообще делаются где-нибудь или нет? Я пока партикл коллайдер отсюда уберу и поставлю фракцинаторов в количестве, там, не знаю в каком. Пускай 60 будет. Провида блейтим с ноль. То есть они у меня не производятся. А, или подождите, или их просто не тащат. Я вот не помню, делал я производство их или... Вроде делал где-то, потому что тут руками собирать это сопряжено с некоторыми геморроями. Нет, их нету, не сделано. Хорошо, как они собираются сейчас-то? Сделаем. 5 ресурсов нужно на вход. Так, где мы поставим? 5? 4 ресурса на вход. Так, сюда. И сразу же скопипастить ящик куда-то, вот в это место. Так, тут мы получаем готовые фракцинаторы. Дальше. Производство. Так, где вы? Сюда. Сталь, бетоний, стекло, процессоры. Значит, тут у нас сталь. Здесь у нас бетоний. Здесь у нас стекло. Здесь у нас чипы. Кстати, если как-то так поудалять, ничего не меняется? Да, наблюдаю, никакой разницы. Окей. Не, реально, я не знаю, что это за цифры, блин. Ладно, бог с ними. Ну что, притащили мне там их? Семнадцать. Двадцать штук есть. Я заказал шестьдесят от Тристака. Как-то медленно делается. Ладно, пока слетаю, расставлю то, что есть. Блин, там, наверное, еще производство уже пошло. Или что тут с запросами-то у нас? А, ну пролифератор есть. Окей, водород привезли. Не, нормально все. Тут, в принципе, все под бафом уже должно быть. Еще и перебафается несколько раз. Да, отлично. Пошло в работу. Полетели остатки, заберем. Шестнадцать штук нужно. Я потом их отсюда из запроса уберу, потому что они тут нафиг не нужны. О, как раз шестнадцать есть. В принципе, можно сразу уже убрать. Да, ну тут пустой слот остается. Его можно будет под что-нибудь там использовать потом. Что здесь за безобразие? А, здесь когда-то лет двести назад у нас нефтянка шла. Но это можно будет закопать. Так, почему здесь не ставится? Потому что у меня панели нет. Да, называется «Освоили новую планету». Хотим осваивать новую планету, а больше чем занимаемся, что-то летаем просто по своей. Так, мне надо скинуть шестерни, скинуть катухи, скинуть железные пластины. Они не нужны. И где-то моторы там еще маячили. Но моторы сюда, в несортированные. 274 мегаватт из 480. Так, а сама сфера? Сейчас, по идее, внутренняя уже часть должна строиться. Ну, да, потихоньку застраивается. Сколько тут? Я думаю, два эпизода мы продержимся на этом куске. Потом придется новую рисовать. Один хрен внутренней сферы. Не видно нифига. 11,3 гигаватт. Это общая, да, генерация показывается. А это сколько построено у нас. Так, теперь по поводу полетов и освоения. У меня сколько этих тут? 20. Ну, этих хватает. Топливные ячейки. В принципе, сюда. Отсыпки можно еще немножко взять. Я думаю, пригодится. Чтоб туда-сюда не летать. Дальше добыча там будет на дронах. Станции орбитальные я взял. Генерация атомной станции у меня есть. Тогда сейчас... Так, закройся. Давайте укажем, куда мы полетим. Летим, короче, вот в это место. Так, прямиком на планету. Ну что, где там все любители? Посмотреть, как тут перелеты осуществляются. 15-15-30-70-х лет. Главное, мимо не пролететь. Запускаем гипердрайв. Можно откинуться в кресле. Я пока это немножко в глотку промочу. А вы можете смело в комментах писать, кто как будет встречать старый Новый год. На сухую или там, возможно, не очень. Я не знаю, когда там серия выйдет. Ну где-то там уже плюс-минус пару дней должно уже быть. А вот сейчас FPS, FPS 60 показывают в углу. Ну тут нагрузки нет на графику. Или от графики. Да, главное, мимо не пролететь. 5. Можно немножко скорректировать курс. Надо будет посмотреть. Я, честно говоря, что-то как-то запамятовал. Вот это ограничение 15 световых лет. Оно... Это максимальная дистанция указана? Или какая там была? Надо будет посмотреть потом. Ядрит-мадрит. Что, не долетел, что ли? Блин, вот это поворот. А что-то... Показалось, наверное. Блин, ну тут лететь мы его нахер. Во, нормально. Зеленая планетка, как Земля почти. Так, ну это джунгли. С облаками. Смотрим, где у нас север. Север там. Хаб у меня на Южном полюсе. Соответственно, сюда. Перепроверяем. Ну да, я практически уже подъехал к хабу. Что-то у меня опять какой-то микрокашель одолевает. Как бы не заболеть. Какая тут музычка радостно играет. Так, значит, ставим станцию. Следующая должна здесь, да, ставить у нас? Опять. Да, следующее ставится тут. И сразу же отсыпкой. Сейчас мы это все оформим. Конечно, бетон не расходуется впустую на это. Но мне на это по барабану. По барабану. Вот так вот. Сюда скидываем вас. Этих я не трогаю. 12. Space Warpers can be equipped and activated by Veslis automatically in the distance is rich. Понятно. Ну, они тут, значит, это просто автоматически они будут напиливаться. Тогда все окей. Сохраняем как есть. Тут у нас вот эти ребята. Local Demand Remote Play. Сейчас нам нужно настроить так. Сюдыть. Сюдыть. И ты, значит, здесь много корабликов не обязательно кидать. Сюда. Тридцатки хватит. Ты у нас, значит, запрашиваешь топливные ячейки в количестве ну, сейчас корабли возят по 1400, по-моему. Соответственно, тут не 500 привезут. Local Supply, Remote, Demand. Да, по 1600 даже. Соответственно, 1600 сейчас сюда притащат. плюс в электростанцию я вот это скинул. Дрон офис я сюда закинул. Так, где мы будем ставить саму станцию? Где бы тут отсыпки побольше было? Точнее, не отсыпки, а готовой земли. Ну, а тут вроде нормальное место. так, что тут за хироборы? Вот тут прям нормально получается. Сюда. Сейчас еще бетоном это засыплю. Так, это можно сразу заправить вас закинуть сюда. Блин, надо было дронов-то не в ту в большую закидывать, а сюда 20 штук. Ладно, сюда тоже двадцатку закину. Похрень, неохота перенастраивать. Так, хорошо, топливо разъехалось. Теперь это подключаем столбами. Все, сейчас пошла зарядка. Она, в принципе, не нужна здесь, но ладно уж, пускай будет. Кстати, где там корабель летит? Чем так долго? А, ну да, тут, конечно, далековато им летать будет на такие расстояния. Это надо прокачивать скорость полета. Если он там прокачивается, конечно, я чуть не помню. Где-то он должен уже подлетать. А, ну все, посадку делает. так, теперь, значит, бетон под электростанцию. Чтоб у нас тут все по красоте было. Господи. почему так-то? Да, блин. А, ну да. Я не хочу просто кривизну оставлять. Так, бетоний. все равно накосячил. Господи. Ну, тут еще нефтяное пятно. Ну, отсюда довольно много ресурсов можно выкачивать. Так, отлично, обозначен сектор. Энергия у нас есть. Сейчас нужно найти, где находится целевой ресурс. Ну, один тут рядом. А, он даже тут и не в воде. Тут прям так разбросано всего у нас 8500. Надо тогда считать будет. Тут 3300. Скорее всего, здесь всего 3 пятна будет. 3300. Первый. Миллион двести. Это второе. 3300. Миллион двести. Где третий? Что-то ускользает у меня. А, вот третий. и 3900. Три пятна. Ну, по крайней мере, не надо будет дохренели он этих буров долбанных ставить. Так, значит, бур. В принципе, тут, наверное, можно даже по два втыкать на одно месторождение, чтобы они как-то оперативнее добывались. Единственное, что как бы мне тут это если так поставить. блин, выпадает одна штука. На, придется повозиться. Надо найти по какой линии они тут разбиваются нормально. блин, что-то я не соображу, как можно. Вот, может быть, вот так. По самому краю. Да, так получится. вот, две параллельно будут добываться. Скорость я оставляю такой, какой есть. И сюда накидываем столб. Все, пошла добыча. Отлично. Так, это первая, вторая была. Где я видел? Блин, только что видел, уже потерял. Вот. Совсем на другой стороне. Ну, а сначала разместить там, потом уже столбы притянул. В потемках, правда, не видно, нифига. Но тут 4 миллиона практически в этом месторождении. Похоже, на какого-то там, не знаю. Тут руки, ноги в две стороны. Тут голова. Что-то за форма странная. сейчас-то тоже придется шаманить. Тут, может быть, даже 3 бура воткнуть придется. Не попадает. вот вроде вот так можно поставить. Хотя нет, двумя обошлось. Нет, не обошлось. вот эту жилу почему-то не захватил. Причина так же только захватить непопавшую жилу. я короче хоза как в другую сторону их вертеть. О, нормалды. так ты и надо подключиться к электроэнергии. где бы она ни была. Короче, тупо вверх протянуть туда. Ну, в смысле вниз. Ну, вы поняли. Тут непонятно где вверх, где вниз. Особо ориентироваться тут не на что. Буду сюда. Блин, длиноты не хватает. Здесь тебя тут лучше отсыпки замазать. То придется огороды лепить. А этого не хотелось бы. Так, ступ. еще один сюда и тебя. Ну, тут как-то так воткнуть. Так, сейчас надо убедиться, что все заработало. Да, добыча пошла. И третье месторождение. Вот, миллион двести. Там, возможно, тоже придется два бура накидывать. Хотя, не, это мелко какое-то. наверняка одним обойдемся. Так, тут мне мешает лужа адская. Значит, еще раз тебя и подключаем к электроэнергии, где там ну, тут можно просто по радиусу проехать. так, сюда дальше тебя. как-то так. Все, месторождение заработали, это работает, это работает, и третье тоже работает, можно проваливать отсюда. Только на название поменять на плюсик, что я тут спинеформу подключил. арбузы. и прямо сейчас сюда уже за этим ресурсом кораблики вылетают. Так, по названию просто я плюс на минус поменяю. тут не так много ресурсов. В принципе, можно сокращенно SSC называть. спинеформ, столомид, кристалл. OC это органик, кристалл. IO это Ironor, Коперор. давайте так наверное сделаем. плюс SSC и в целом это блин все-таки надо к сигнатуре какой-то приходить. А вот это поставки. Ну так плохо читается. В принципе здесь можно через запятую как-то обозначать какие ресурсы выходят. А тут минус можно убрать. Просто оставить О. То есть это настроено. Соответственно здесь я понимаю что отсюда OUT идет SSC все остальные ресурсы пока не подключены. На остальных тогда нужно будет так же сделать. Ну либо О в квадратной скобке заключать. Но мне кажется так лучше читаться будет. Да оставлю так. Единственное что тогда и на этой планете на звездной системе блин а тут как сделать? тоже наверное как-нибудь так а здесь уже с минусом минус это значит что не все ресурсы подключены тут по-моему еще были а нет здесь не было значит тогда будем делать следующим образом раз здесь больше планет нет которые этот ресурс производят тогда блин как тут сделать мне нужно вот это наименование указать то что я конкретно вот этот ресурс вывожу потому что я отсюда этот могу вывозить полностью все звездные системы а остальные нет и с глобальной карты мне это нужно видеть как это отсюда вывозится а ну в принципе я могу с плюсикой с аутом обозначать что я уже полностью увожу систему а минус аут вот так вот это то что не полностью освоено и таким образом можно на всех системах будет сделать ну нейминг согласно этой сигнатуре да так так будет понятно если там где-то ин будет то есть как это производство то я просто символ на а меняю а здесь не обязательно ставить то есть я если всю планету освоил то просто ставлю о и на планете указываю что у меня отсюда вывозится наверное так можно сделать у меня кстати кубы тут в инвентаре накопились надо наверное сделать вот так вот и остановить исследование чтобы их выгрузить но для начала нужно вернуться на родную систему где там хоме сюда и нужно будет переименовать все системы это уже наверное в следующий раз все это я переименую потому что сейчас мы просто не успеем это сделать так бурган капслок ну в принципе сегодня сделали такие полезные вещи подключили по крайней мере доп.ресурс и увеличили производство топлива на освоение планет будущих и самое главное я наконец-то начал ну пришел к какому-то пониманию сигнатуры сигнатуры названий чтобы мне не путаться где что производится потому что тут хрен поймешь менеджмент очень тяжелый в этом плане ну сложно управлять непонятно поэтому приходится вот такие индексы вбивать и каким-то образом понимать что там есть на планетах что нет вот как-то так на этом серию буду заканчивать я уж тут долечу там сам высажусь хотя мы сейчас и долетим а может не долетим вот надеюсь было интересно и познавательно кто хотел поесть поел кто хотел уснуть уснул до свидания то есть это есть Продолжение следует...